Сегодня известный уральский блогер Сергей Колясников в виртуальном пространстве, больше известный под ником Зергулева, подготовил обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет по факту попытки убийства судебного пристава в Нижнем Тагиле с просьбой провести тщательную проверку и привлечь виновных к ответственности. Речь о нашумевшей истории с попыткой судебных приставов выселить семейную пару из четырехкомнатной квартиры в доме на Дружинино 51. Глава семейства Дмитрий Кашин облил бензином судебного пристава и грозил поджечь и его, и себя. Его супруга Вера Брылова слезно умоляла им помочь, утверждая, что терять им, дескать, больше нечего, а идти некуда. По словам Зергулио, эта слезная история с выселением и угрозой сжечь себя заживо из-за просроченной ипотеки поначалу задело сердце старого солдата, но его смутило упоминание о том, что в базе данных службы судебных приставов за Верой Брыловой числится должок 18 миллионов, а за Дмитрием Кашиным около 7. Колясников не поленился, заглянул на сайт ФССП. И даже несколько сканов с упоминанием долгов той самой семейной пары с Гальянки он разместил на своей страничке в ЖЖ. Все не смог, ленты не хватило, признается Зергулио и добавляет от себя, дескать, картина маслом. Оба персонажи фееричны настолько, насколько это вообще возможно. Большинство из нас и денег столько не видели, сколько они задолжали. По словам Зергулио, у граждан, похоже, принципиальная позиция не платить никому и ни за что. Даже штрафы ГИБДД. А если приходят судебные приставы, их выселять. Обливают их бензином и грозят сжечь. Ничего себе подходит. Цитата от блогера. В личку написали, что угроза самосожжения у гражданки Брыловой не первая. Она уже так угрожала. Видимо, метод понравился. Есть мнение, что граждане потеряли всякие берега и надо им помочь их найти. Конец цитаты. К слову, если судить по официальным сведениям от судебных приставов, Вере Анатольевне и в самом деле 62 года. Хотя она выглядит лет на 15 моложе. Исполнительные листки о невыплаченных долгах за женщиной тянутся с 2010-го. Подавляюще. Все прописанные на бумаге долги по неоплаченным кредитам без учета ипотеки. И суммы колеблется от полумиллиона до почти двух. У 49-летнего Дмитрия Акашина долговой реестр пожиже будет, но тоже впечатляет. По-прежнему остается загадкой. Под что и в каких банках супруги набрали все эти кредиты?